Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Аэрокосмическая долина притяжения. Крупнейший инновационный центр в Рязанской области займется разработкой новых технологий. Забил до смерти, когда бытовой конфликт вышел из-под контроля. Образцы для подражания. Выставка наставники открывает свои двери в Вартуме. В Рязани открыли аэрокосмическую инновационную долину. Инициатива создания такого центра технологий, напомню, принадлежит президенту страны. Задачи амбициозные. Основными сферами деятельности долины станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника. Первые 14 резидентов с аэрокосмической инновационной долиной контракты уже подписали. Это, конечно, пока не Кремниевая долина, всего лишь аэрокосмическая, но при всей пафосности своего названия инновационный центр тоже все-таки центр прикладной. По крайней мере, создатели его позиционируют именно так. А среди кураторов проекта есть и крупнейшие концерны «Алмаз-Антей», тактическое ракетное вооружение, госкорпорации «Объединенная авиастроительная» и «Роскосмос», глава которой Юрий Борисов, кстати, обратился к присутствующим по видеосвязи. Все-таки очень рассчитываем, что вы найдете время и лично уже приедете, посмотрите. Нам есть что показать. Очень ждем. Павлович, обязательно приеду. Спасибо за приглашение. Обязательно приеду. Основными сферами деятельности научно-технологического центра заявлены аэрокосмическая, биомедицинская технологии, а также электроника и радиотехника. Теперь именно Рязанская область должна стать местом притяжения всех лучших умов страны. Первые 14 резидентов подписали соглашение прямо на открытии аэрокосмической долины. Еще 36 в томительном ожидании. Как уточнил Павел Малков, среди них есть разработчики лазеров и навигации, систем беспроводной связи, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракетоносителей. Вот это очень большой шаг вперед. Это огромный набор возможностей для Рязанской области. Сюда поедут люди. Здесь будут рождаться новые технологии. Здесь будут появляться новые производства. Это просто развитие. Это просто движение вперед. Конечно, для Рязани это очень важно. Сейчас мы видим, что в условиях санкций есть огромная востребованность в некоторых технологиях, которых, может быть, у нас сейчас нет, которые нужно создавать. Вот это то самое место, где они будут создаваться. Поэтому давайте себя рабочими местами не будем ограничивать. Будем, наоборот, работать над тем, чтобы таких проектов было как можно больше. Предварительный объем инвестиций что-то около 13 миллиардов рублей. Деньги пойдут на создание нужной инфраструктуры. Что же касается земли, то Рязанская область одарила долину щедро. 20 гектаров прямо сейчас, еще 120 в перспективе. Административно аэрокосмическую инновационную долину разместят в казармах бывшего училища связи. Здесь обустроят центр управления, лаборатории, бизнес-акселератор, образовательный центр, зоны бизнес-сервисов и консалтинговых услуг. Все резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы, возмещение таможенных платежей и другие преференции. Сегодня на внеочередном заседании депутаты Рязанской городской думы прекратили полномочия своего коллеги Дмитрия Панкина. Решение было принято на основании его личного заявления, с чем это было связано в нашем следующем материале. Внеочередное заседание Рязанской городской думы начали с позитивных новостей. Гуманитарный груз, в сборе которого принимали участие и народные избранники, и представители муниципальных и общественных организаций, был адресно доставлен в зону СВО, в Луганскую республиканскую клиническую больницу и бойцам, проходящим там лечение. Ну а дальше началась не самая приятная процедура. Прекращение полномочий действующего депутата Дмитрия Панкина. Официально по собственному желанию, но причина была понятна всем. Приговор по уголовному делу, где фигурирует сумма в 300 тысяч рублей, выданных на работу с избирателями, оставлен в силе. Но такой поступок во фракции ЛДПР был, оказывается, не единственным. Не секрет, что это не просто желание Дмитрия Владимировича Панкина покинуть ряды нашего представительного собрания. Это мера вынужденная, которая предусмотрена законодательством, в связи с тем, что вступил в силу обвинительный договор, подтвержденный областным судом. Областной суд подтвердил решение Советского районного суда. Хочу обратить внимание, что, вероятно, в большой доле вероятность, скажем так, и другие члены нашей фракции, в том числе я, вероятно, пройдут эту же процедуру. По закону, после освобождения вакансии партия должна предложить фамилию нового претендента на депутатское место. Им должен стать следующий за выбывшим кандидат из партийного списка. Но весь фокус в том, что следующим после Панкина в прошлом выборном цикле значился Александр Ширин, ныне находящийся в зоне СВО. Казалось бы, обычная бытовая ссора с соседей в селе Подвязи закончилась трагически. В какой-то момент алкогольная вечеринка вышла из-под контроля и привела к уголовному делу по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Что там произошло на самом деле? Расскажем далее. День у 60-летнего мужчины не задался с самого утра. Все началось с похмелья, а выпить-то оказалось и нечего. Обратился к соседу, тот выручил. Сначала угостил у себя, а после дал денег на новую бутылку. Да еще и с закуской. Слово за слово и сосед стал хвалиться последними покупками. А после предложил своему другу покататься. Пьяными. И вроде бы он уже собирался уходить от назойливого соседа. Соседа, но не вышло. Сначала получил удар ногой в печень. После еще по лицу и по корпусу. Кое-как, по словам обвиняемого, он дошел до кухни. И уже там, не выдержав, якобы оттолкнул своего обидчика. Тот упал, ударившись головой о подоконник. Но на этом ответочка не закончилась. Воспрявший духом, наступил ногой на голову соседа и стал продумывать план побега. Ну, мыслик сразу пришло. Говорит, сейчас ботинок сниму, по бочине, как он мне стукнул по печени. Я ему просто... Ну, я с этого ботинка прям снимаю. И сбрасываю. И прям ногой. То есть вы сняли обувь себе? Да. И как дали ему вот так вот. Доступать как дали? Вот так вот, так да. Ногой. И ребра. Слышали, потрещали ребра. Три, четыре, я не знаю. То есть услышали хруст ребер, да? Когда ногой нанесли удар сюда. Да, это одно ребро вот сюда мне воткнулся. Тогда-то мужчина и понял, что своего соседа он убил. Хотел вызвать скорую полицию, но телефон оставил дома. На лестничной клетке попросил о помощи другого соседа. Вместе вошли в квартиру, осмотрели тело. Мужчину новый гость отправил домой. А сам стал звать на помощь. По настоящему уголовному делу собрано достаточно доказательств. По результатам которого обвиняемым было предъявлено обвинение в совершении преступления умышленного по причинению вреда здоровью потерпевшему, опасного для жизни, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальный срок за такое преступление до 15 лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В Рязани вновь с поличным взяли наркозбытчиков. Но на этот раз они оказались весьма необычными. Как считают полицейские, курьеры работали с семейным подрядом. На закладках попались родные, брат и сестра. Подробности далее. Есть что-то в квартире запрещенное? Нет. Наркотики есть? Что-то запрещенное? Что есть? Есть. Наркотики? Где именно? Кухню. На кухню? В этих маленьких свертках, коих полицейские насчитали больше 300, запрещенки больше, чем на кило. Внутри белый порошок, похож на героин. Рядом электронные весы. Здесь можно было все и взвесить. Оперативники взвесили. Зелья на кило 200. Еще 100 граммов были в карманах у закладчиков. Они брат и сестра. Родственники около месяца назад поселились в Рязани и занялись бесконтактным сбытом героина. Изучив их распорядок дня и маршруты передвижения, оперативники задержали мигрантов на улице Дзержинского и при личном досмотре изъяли у них 59 свертков с героином. Общей массы 107 грамм. Сейчас полицейским известно, что первой в нелегальный бизнес вошла девушка. Устроилась в интернет-магазин курьером-закладчиком. Брат же поначалу помогал немного, но потом втянулся. Расфасовывал героин, описывал места закладок, ну и подрабатывал телохранителем, обеспечивал безопасность во время передвижения по городу. Помимо закладок, семья занималась и продажей оптовых партий для курьеров, которые приезжали из других субъектов. Следственному управлению ОМВД России по Рязанской области в отношении родственников возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по так называемой народной статье 228 – пожизненное заключение. Дополнительно могут назначить штраф – миллион рублей, но это уже решит суд. Десять красивейших городов России этой зимы определили пользователи социальных сетей. Причем из опроса намеренно исключили безусловных лидеров прошлых лет – Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Есть ли там Рязань, знает Марина Романюк. Рязань оказалась в десятке самых красивых городов зимы. Таков результат опроса в социальных сетях. За Рязань отдали свои голоса 3% участников исследования. Список возглавил Калининград. За него свои голоса отдали четверть респондентов. Возможно, европейская атмосфера Калининграда, то, что он напоминает зимой, рождественскую открытку, сыграли свою роль. Вторую строчку заняла Казань. Так проголосовали 19% участников опроса. Зимняя Казань, укрытая снегом улица Баумана и разнообразные кафе на ней. Все это может послужить прекрасным фоном для зимней фотосессии. Тройку лидеров замыкает Иркутск с 14% голосов. Иркутск, несомненно, город с достаточно крепкими сибирскими морозами. Любят путешественники прогуливаться и по льду прекрасного озера Байкал. Четвертую позицию заняла Вологда. За нее отдали 12%. Вспомним, что резиденция Деда Мороза находится в Логотской области в городе Великий Устюг. На пятом месте Нижний Новгород. Это удивительный город. Особенно хороши виды от Кремлевского холма на замерзшую реку. Шестую строчку занял Ярославль. Конечно, зимой на набережной и у стрелки холодновато, но гости города все равно гуляют там с удовольствием. А кроме набережной в Ярославле множество красивых, ярких, старинных зданий, храмов, великолепно выглядящих на синем фоне морозного неба. На седьмом месте Владимир. Этот город одновременно древний и молодой. Люди здесь с удовольствием гуляют, ходят в театр, участвуют в народных гуляниях. Во Владимире гостям города всегда есть чем себя занять. Рязань заняла восьмую позицию. За нее проголосовали 3% участников исследования. В Рязани зимой по-особенному красиво. Снежные холмы, снежная стена древней крепости, мощные храмы, мороз и солнце, которые отражаются в золоте куполов и в восхищенных глазах туристов. На девятой строчке Тверь, которая понемногу превращается в интересный туристический центр. Первую десятку красивейших зимних городов замыкает Тула. За нее отдали свои голоса 1% участников. Удивительно, что так мало. Ведь реконструированный центр Тулы, ее музеи, выставки и пешеходные улицы привлекают с каждым годом все больше и больше гостей. Экспозицию работ преподавателей Рязанского художественного училища имени Вагнера с коротким названием «Наставники» презентуют в Артруме. Проект посвящен 105-летнему юбилею учебного заведения. Официальная дата открытия выставки – завтра. Но нашей съемочной группе удалось побывать там первой. В экспозиции более 170 художественных работ по живописи, графике, дизайну и декоративно-прикладному искусству преподавателей специальных дисциплин художественного училища. Многообразие жанровых работ, техник исполнения, а также направления изобразительного искусства, среди которых масляная живопись акрил, акварель, графика смешанной техники, монотопия, батик, разработки серийного оформления каталогов, эскизы русского традиционного костюма к театральным спектаклям, сценические костюмы, дизайн макеты книжных изданий и фотоальбомов, иллюстрации к литературным произведениям и многое-многое другое. Преподаватели художественного училища очень многогранные. У нас здесь есть и преподаватели классической академической живописи, рисунка, у нас преподаватели более декоративные. Наш несравненный директор художественного училища Василий Иванович Колдин, он очень любит абстрактную живопись, но она настолько эмоциональная, что каждый, кто сюда приходит, каждый зритель, он видит свои эмоции. Широкая тематика художественных работ от пейзажей, родной земли до сюжетных фигурных композиций. Абстрактная, эмоциональная, энергетически заряженная живопись граничит с лаконизмом традиционной, академической. Характерность литературных иллюстраций к произведениям Уильяма Шекспира соседствует с символизмом фигурных композиций метафор на тему героического эпоса. Они родились буквально две недели назад. И я даже в какой-то момент думаю, что я не осилю. Работа – это метафора, и в них заложен такой потаенный смысл. Если их рассматривать, там очень-очень много деталей, и это такой собирательный образ, наверное, рассчитан на зрителей, которые, чтобы каждый нашел что-то свое. Кстати, здесь можно проследить творческий путь преподавателей. Допустим, эти большие полотна относятся к последним работам Ольги Калинкиной, а вот эти – пейзажи, ее раннее творчество. Выставка продолжит свою работу до 24 марта 2023 года по адресу улицы Стройкова, дом 90. Код на нее бесплатный. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. В клинике «Семейная» на базе стационара работает Центр акушерства и гинекологии. Комплексный подход к здоровью женщины, проведение малоинвазивных гинекологических операций любой сложности, безопасная анестезия, быстрая реабилитация и комфортное пребывание. Редактор субтитров А.Семкин